МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Восточная рука, полумесяц и правдивая любовь в Люберцах состоялось первенство округа по восточному единоборству Сетакан. Стальные мускулы и железные нервы Люберчанка стала первой на чемпионате мира по бодибилдингу. В Люберцах состоялись выборы первого созыва нового младежного парламента городского округа. Экскурсия на федеральном уровне в Люберецкой молодежи показали Верхнюю палату парламента Российской Федерации. Три года в режиме 24 на 7. Телеканал ЛРТ отмечает важную дату. Почему в Малаховку пришли новые управляющие компании? Когда из поселения вывезут мусор? И закроют ли малаховский вестник? Такие вопросы прозвучали в адрес главы городского округа Люберца Владимира Ружицкого во время традиционной встречи с жителями. Ответы и подробности в нашем следующем сюжете. Главная тема, которой была посвящена встрече Владимира Ружицкого с жителями Малаховки, проблемы жилищно-коммунального хозяйства, которых, оказывается, накопилось немало. Больше всего в поселке МЭС. Я живу на поселке МЭС в доме 42 уже 40 лет, как въехали мы в новый дом. За все 40 лет ни разу нам не делали капитального ремонта. Если кто-то здесь с 42-го дома сидит, знают прекрасно, это правда. Беспокоят жителей появление новых управляющих компаний. Во время встречи им объяснили, что старая компания не справлялась с работой, из-за чего Малаховка оказалась не готовой к зимнему сезону. А это первая задача администрации на сегодняшний день. Поэтому в срочном порядке новые подрядчики исправляют ситуацию. Вас работа управляющей компанией ЖЭП, которая была в муниципальном предприятии, устраивала? Нет. А я вам скажу, меня нет. Были постоянные жалобы, постоянные. Долгов 140 миллионов рублей. За газ не платили, за электричество не платили. Что касается управляющих компаний, с них будет жесточайший спрос. В этих компаниях есть определенный опыт. Они работают в других городах. На них нареканий нет. Еще одна из актуальных проблем в Малаховке – вывоз мусора. В поселении продолжается борьба со свалками бытовых отходов вдоль дорог. Однако жителям непривычно и неудобно выбрасывать мусор в другие места. А некоторые даже не знают, куда. Я живу в переулке между Тургеневской и Южной. Туда машина никак не проходит. И на моих буквально глазах одну даму оштарповали, простите, на 4 тысячи. Варианта решения этого вопроса два я вижу. Если частный сектор, вы заключаете договор с мусоровозящей компанией, и мусоровозящая компания вывозит этот мусор. И второй вариант, я думаю, он более реалистичный. В ближайшее время, я думаю, на этой неделе, там, на этом месте, будет установлено еще один щит ближайшей контейнерной площадки. С адресами. Два-три шага сделаете, в контейнерную площадку бросили. Никаких штрафов вас, соответственно, бояться не нужно. В загрязнении Малаховки, которая когда-то считалась жемчужиной Подмосковья, виноваты не только плохо работающие мусоровозящие компании. Жители беспокоят состояние леса, знаменитого Малаховского озера и неприятный запах, периодически появляющийся в воздухе. Меня зовут Иван. Я прошу вас, закройте завод, который очень воняет. Свалку, которая находится неподалеку от Санта-Долина. Лесом в администрации округа пообещали заняться совместно с Комитетом лесного хозяйства Московской области. Планируют сделать такую же зону отдыха, как Томилинский парк «Сказок». А вот источник неприятного запаха будет искать комиссия Министерства экологии Московской области и Роспотребнадзор. Среди других вопросов, которые волновали жители Малаховки – работа налоговой инспекции, транспортные проблемы и закрытие газеты «Малаховский вестник». К сожалению, с образованием округа все печатные СМИ объединят в одно издание. Яна Яковлева, Кирилл Евгеньев и Александр Богданов. Телеканал ЛРТ. Люберецкие народные избранники утвердили делегата в Молодежный парламент Московской области. Накануне в здании городской администрации состоялось очередное заседание Совета депутатов округа. Подробности в нашем сюжете. В начале встречи народные избранники заслушали доклад об установлении значений корректирующих коэффициентов, учитывающих местоположение земельного участка на территории городского округа. Этот документ был принят депутатами единогласно, после чего участники заседания утвердили положение, в котором прописан порядок вырубки зелёных насаждений в муниципалитете. Хочу для наших жителей подчеркнуть, что в данном положении впервые используются правила проведения кронирования и обрезки деревьев и кустарников. Это тот вопрос, который всегда очень остро стоит. Также на встрече народные избранники утвердили кандидатуру делегата в молодёжный парламент Московской области. Согласно региональному закону, теперь Люберчанину Евгению Благолеву предстоит в течение двух лет представлять интересы нашего муниципалитета. От каждого муниципального образования в Московский областной молодёжный парламент делегируется один представитель. Это наш Люберчанин, выпускник гимназии 43 с отличием, студент высшей школы экономики, без экзаменов поступил. Активный наш участник всех молодёжных движений нашего городского округа. Также в ходе встречи народные избранники рассмотрели вопросы благоустройства культуры, спорта и ряд других тем. Анна Троян, Дмитрий Родзянко, телеканал ЛРТ. В Люберцах состоялось расширенное заседание местного отделения «Единой России». На нём рассмотрели реализацию партийного проекта «Городская среда». Добавлю, он реализуется на территории всего Подмосковья. Повышение качества городской среды в регионе – одно из приоритетных направлений для «Единой России». Формирование перечня дворовых территорий, которые должны комплексно преобразиться, неотъемлемо участвуют жители. На сегодняшний день, с момента начала реализации программы, только в Люберцах уже многое сделано. Нам были даны установки по вовлечению в данный проект старших квартирных домов. Поэтому сегодня мы говорим о том, что у нас в округе по комплексному благоустройству 69 дворов на 2017 год выполнен. И мы с вами можем сейчас уже видеть, что 100% работ сделано. Теперь народным избранникам нужно сформировать адресный перечень дворов на следующий 2018 год. В этом им помогут старшие по многоквартирным домам, что значительно облегчит задачу. Эта работа, она находится на контроле партии «Единой России». И этот проект, он по всей стране. И мы должны идти навстречу, решать вопросы с жителями, потому что «Городская среда» – это самые разные подходы. Это начиная просто от чистой улицы, тротуара, освещения, парковки. Я уже извиняюсь, есть такая позиция, никуда не денешься. Это сбор ТБО, вывоз мусора. Это то, что касается повседневной жизни. Все эти вопросы должны, скажем, по программе «Городская среда», должны очень четко решаться. Анна Троян, Дмитрий Ротянко, телеканал ЛРТ. Город, где инвалидам жить комфортно. В Люберцах прошло выездное заседание по реализации программы «Доступная среда». Его провел комитет по вопросам охраны здоровья, труда и социальной политики Мособулдумы. Участники рейда проверили ряд социально значимых объектов города. Некоторые из них уже адаптированы под людей с ограниченными возможностями. На других работах находятся в стадии завершения. Вот, пожалуйста, для колясочников. Вот так выглядит идеальный пример того, как может быть адаптирован социальный объект под людей с инвалидностью. Посетителям с ограниченными возможностями по здоровью в Люберецком комплексном центре полностью комфортно. Смотрите, не ручку с назад. Может, пока еще не поздно что-то укрепить. Однако, как видите, такой адаптацией на высоком уровне может похвастаться далеко не каждый новый социально значимый объект. В одном из только открывшихся сетевых магазинов на Кирово плохо закреплены пандусы, а кнопка вызова сотрудника не работает и вовсе держится на скотче. Все недочеты представители организации обещали исправить. Где? Покажите мне первую ступеньку, я ее не вижу. Она должна здесь. И назад. Вот, и сверху. Получить необходимые документы в МФЦ полностью беспрепятственно пока не получится, говорит эксперт по доступной среде Николай Зеликов. Первая и последняя ступеньки обозначены желтым цветом в неправильной плоскости. Инвалиду спускаясь этого попросту не видно. Однако зал для клиентов оборудован, как полагается. Повсюду тактильная плитка. Для обслуживания людей с ограниченными возможностями много сделано. Для обслуживания людей установлена индукционная петля. Это очень хорошо, потому что бывают инвалиды с устройством, которые, как сказать, с помощью этого устройства хорошо начинают слышать, с кем они собеседуют, разговаривают. Я только что посетил туалет для инвалидов, в том числе для инвалидов коляски. Практически все правильно сделано. Но единственное, вот мой пожелание и совет, чтобы на стадии, когда принимается проектное решение или проект, чтобы согласовывались с экспертами. Однако от них лишь согласований с экспертами мало. В ходе выездного заседания члены комиссии пришли к единому мнению. Программу «Доступная среда» нужно закладывать не только при открытии новых организаций, но и включать сразу в капитальный ремонт помещений. Так, к примеру, попытались сделать поликлиники на авиаторов. В инвиз-контракт эти работы не входили, однако подрядчик сам предусмотрел создание условий для инвалидов. Но, как показал так называемый тест-драйв, все придется переделать по нормативам. Работы пообещали закончить через месяц. Пандус будет, конечно, не такой, а с разворотными площадками, с правильным углом наклона. Еще один объект в работе – «Триумф». Здесь адаптация под маломобильный групп граждан востребована не меньше. Как минимум 80 инвалидов здесь занимаются различными видами спорта. Реализация доступной среды во дворце практически на финальном этапе. Это и откидные поручни, это установка доводчиков, это фотоэлементы, это кнопки для вызова администратора и сотрудников, которые отвечают за работу инвалидов. Также члены комитета по вопросам охраны здоровья, труда и социальной политики Московской областной думы в ходе рейда проверили обустройство новой парковки на Кирово. Там для инвалидов выделено пять специальных мест с увеличенным пространством. Вместе с тем, для тех, у кого нет личного транспорта, в Люберцах адаптируют и остановки. Такая масштабная работа у нас проводится неспроста. Именно здесь, в этом городском округе, реализуется пилотный проект Московской области. В трех городах все он реализуется, в том числе и в Люберцах, по созданию маршрутизации доступной среды. Что это значит? Мы берем, локализуем, где у нас проживают инвалиды, колясочки прежде всего, и создаем им доступную среду, начиная от подъездов домов, парковочных мест и заканчивая администрацией, поликлиниками. Члены комитета остались довольны проделанной работой в Люберцах. Кроме того, они высказали свои пожелания. При проведении капремонтов подъездов и дорог сразу вносить в сметы работы по обустройству доступной среды. Реализация проекта будет продолжена и в следующем году. Анна Троян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. В городском округе продолжается проверка готовности ресурсоснабжающих организаций и управляющих компаний к проведению аварийно-восстановительных работ в зимний период. Смотр техники и бригад оперативного реагирования в Люберецком водоканале провел Владимир Ужицкий. Он отличный пример того, как можно любить и знать свое дело. Водитель-оператор Николай Чепелев в Люберецком водоканале трудится уже 30 лет. Исключать неполадки в коммуникациях он готов и днем, и ночью. Однако, говорит мужчина, зимой условия работы особенные. Человек должен работать на своем месте, он должен знать эту работу. Тогда ему не страшно, как говорится, в любое место идти. Сейчас, во-первых, холодно уже на улице. То есть, когда открываем колодец, там тепло, здесь холодно, там парит, там ничего не видать. То есть, ну, как бы немножко уже усложняется работа. Какие сотрудники, такое и предприятие. Люберецкий водоканал по праву считается одним из лучших в Подмосковье. Всего в организации работают почти пять сотен человек. Сформировано четыре аварийно-восстановительные бригады, работающие по графику сутки через строя. В нелегком труде профессионалам помогают 59 единиц современной спецтехники, которые приспособлены к зимним условиям. К сожалению, никто не застрахован от аварий. И аварии, к сожалению, бывают. И бывают, когда, скажем, летом, то это полбеды, а когда зимой и минус 30, и более. И когда авария, то здесь вся техника должна быть. Это и экскаватор, и кран, и компрессор, и, конечно, квалифицированный сварщик. Все такие люди здесь имеются. Кроме того, генеральный директор Петр Лирник ознакомил главу округа с дополнительным оборудованием, которое используется для работы при проведении плановых ремонтов, а также в случае аварийных ситуаций. Надо сказать, что в холода всех членов восстановительных бригад оснащают теплой одеждой и специальными приспособлениями для создания комфортных условий работы. Естественно, зимой сложнее, потому что, сами понимаете, спецовка, телогрейки, плюс мороз еще. А когда, сами представляете, когда холодная вода прорывает, идет, как можно сказать, гейзер из земли, это нужно перекрыться, раскопаться, установить опалубку, стаховочные пояса, ремни, каски и все такое прочее. Ну, естественно, прохладно, холодно, но работаем, не жалуемся. Профессионализм сотрудников предприятия, а также оснащенность бригад техникой и всем необходимым оборудованием позволяет в кратчайшие сроки произвести ремонтно-восстановительные работы на любых объектах водоснабжения и водоотведения Люберец. Анна Троян, Дмитрий Радзенко, телеканал ЛРТ. Строительство школы на севере Люберец идет полным ходом. Объект планируют сдать уже в конце года. Накануне проинспектировать ход ремонтных работ приехал глава округа Люберца Владимир Ружицкий. Сейчас объект находится на завершающей стадии строительства. Здесь уже провели все необходимые коммуникации. На данный момент в здании ведутся отделочные работы. Укладка линолеума и кафеля, заливка полов, побелка и покраска стен. Цветовые решения подобраны таким образом, чтобы дети лучше усваивали материал и не уставали на уроках. Школа состоит из трех корпусов. Первый и третий рассчитаны для занятий. Во втором находится библиотека, медиатека, столовая на 450 мест, два спортзала, тренажерный и актовый залы. Я оцениваю, что очень комфортное, просторное. Здесь будет все необходимое для учебы. Ну, скажем, здесь актовый зал на 710 мест. Это, по сути, дом культуры. Столовая будет 450 посадочных мест. Здесь впервые в школе, именно в Люберецком городском округе, будет искусственное покрытие футбольного поля. На создание этой школы застройщик потратил около миллиарда рублей. Планируется, что объект будет сдан в эксплуатацию уже в конце этого года. Мария Лапчева, Александр Богданов, телеканал ЛРТ. Капитальный ремонт Люберецкой станции скорой медицинской помощи близится к завершению. После демонтажа там приступили к отделочным работам. На данный момент строители укладывают плитку на втором и третьем этажах здания. Ремонт станции скорой медицинской помощи начался 4 сентября. На первом этапе работы строители демонтировали старое оборудование. Здесь заменят всё, начиная от оконных и дверных блоков, заканчивая внутренними инженерными сетями. Также в рамках капитального ремонта в медицинском учреждении полностью обновят санитарно-техническое оборудование, приборы отопления, светильники и систему вентиляции. Чтобы завершить масштабную работу, строителям потребуется один месяц. Ремонты, которые мы сегодня делаем в больницах, поликлиниках, по сути, везде. Что касается бюджетной сферы, мы используем и современные материалы, и современные подходы. Поэтому я надеюсь, что здесь будет и красиво, и уютно. Все задачи, чтобы скорая помощь работала как часы, чтобы и условия для работников скорой помощи тоже были современные, на уровне. На эти цели из бюджета Московской области выделено более 17 миллионов рублей. Капитальный ремонт Люберецкой станции скорой медицинской помощи проводится в рамках реализации государственной программы здравоохранения Подмосковья. Напомню, что всего в городском округе преобразуются 14 больниц и поликлиник. Работы на семи объектах завершатся до конца декабря, а остальные учреждения распахнут свои двери после ремонта только в следующем, в 2018 году. В Малаховке завершили ремонт подъездов в еще одном многоквартирном доме. Общественная приемка прошла в присутствии сотрудников администрации городского округа Люберцы, представителей управляющей компании, жильцов дома и журналистов. У нас ремонта не было. Я сколько здесь живу? 40 лет. Потом два года назад была какая-то компания. Они все начали тут. Все домыли, все подготовили и их выгнали. Все неправильно они делают. Елена Горбунова живет в Сталинке на Быковском шоссе в Малаховке. С ремонтом в доме действительно не складывалось. Два года назад предыдущая управляющая компания вроде как взялась за него, но подошла к делу недобросовестно. Они сначала начали красть стены, а потом делить потолки. Но это же неправильно. Ну вот, и люди жаловались, и цвет такой вот был прям грязно-синий, как тюремный. Люди жаловались. И, в общем, их обнули. И два года ничего не было. Мы писали, что тут невозможно, аллергики живут. И вдруг вот вы пришли, и у нас теперь просто рай. Новую управляющую компанию жители выбрали сами. Она не подвела. Работы начались с 1 октября. Цвет, в который собирались выкрасить стены в подъезде, согласовывали с жильцами дома. Поменяли плафон освещения, частично заменили локальный ремонт окон, произвели. Входные группы отремонтировали, покрасили подъезды, повесили таблички, заменили почтовые ящики, раздали ключи жителям, чтобы жителям было приятно и хорошо жить. Всего в Малаховке запланировано привести в порядок 104 подъезда. Уже готовы порядка 30. Завершиться работы должны в ноябре. Поэтому управляющие компании работают в усиленном режиме. Однако сталкиваются с некоторыми трудностями. Тяжелее еще с тем, что управляющая компания выполняет ремонт, где жители хотят. И жители не совсем правильно обращаются с тем, что им делают. Потому что есть, которые ремонты выполнены месяц-два назад управляющей компанией. Необходимо опять выходить и исправлять то, что выполнили жители. Администрация городского округа Люберцы просит бережно относиться к отремонтированным подъездам. Например, в этом доме после долгих лет без ремонта жильцы сами следят за сохранностью почтовых ящиков и плафонов. И запрещают детям рисовать на стенах. Яна Яковлева, Александр Богданов, телеканал ЛРТ. План по комплексному благоустройству дворов в Люберцах на этот год выполнен. Качество выполнения этих работ продолжает отслеживать депутат Мособлдумы Игорь Каханый. Необходимо отметить, что региональный координатор партийного проекта «Городская среда» регулярно совершает подобные рейды по городам Подмосковья. Улучшается жизнь и комфорт в принципе. Так что в принципе, я думаю, жители довольны. Таких довольных своим двором жителей в этом году много. В Люберцах комплексно благоустроили, как и обещали, 69 придомовых территорий. Конкретно здесь, на Кирово, вдвое увеличили парковочное пространство до 40 мест. Провели опиловку деревьев, поставили спортивную площадку и игровой комплекс. По праву сказать, теперь этот двор выглядит абсолютно иначе. Мне очень приятно, что у нас так обслуживается именно фонд старый, а не новый. Все-таки пятиэтажные дома, 60-х годов постройки. Мы видим очень красивый двор. Качество, я считаю, на абсолютно должном уровне. То, что советы домов и жителей участвуют в приемке таких площадок, это очень правильно. Однако, с недавних пор комплексное благоустройство включает в себя еще и ремонт подъездов. Здесь его завершили весной. Обновили почтовые ящики, заменили окна, полы и плафоны. Покрасили стены. Все работы согласовывали с жильцами дома. Ремонт подъезда в настоящее время уже принят жителями управляющей компании, что является одной из самых важных приоритетов, что житель должен понимать, что мы работаем для него. Делалось все комплексно. Заходили сразу и на детскую площадку, и на ремонт подъездов, и на увеличение парковочных мест. Координатор партийного проекта «Городская среда» остался доволен проделанной работой. Надо сказать, что накануне Игорь Каханы дал старт голосованию по реализации программы на следующий, 2018 год, на портале «Добродел». Желающим благоустроить свой двор стоит поторопиться. Время ограничено. Анна Троян, Кирилл Евгеньев, телеканал ЛРТА. В Московской области прошел конкурс «Лучший по профессии». Он проводится в целях повышения престижа специальности в сфере ЖКХ, а также выявление лучшего из лучших в этой области. За победу уже традиционно поборолись и люберецкие коммунальщики. Доказать, что они лучшие в профессии, на конкурс приехали 186 работников ЖКХ из 34 муниципалитетов Подмосковья. Среди них Елена Дроздова – маляр Люберецкого городского жилищного треста. Своей профессии она посвятила 12 лет, а вот на этом конкурсе впервые. Конкурс, он есть конкурс. Задание, конечно, было сложное. Нужно было выкрасить стену однотонно, сделать фигурный декор. Ну и это нужно было выполнить в двух цитах. Конкурсанты соревновались по девяти направлениям. Дворники, слесари, электрики, маляры, электрогазосварщики, электромонтеры, операторы котельных, машинисты насосных станций, монтажники. Мероприятие организовало Министерство ЖКХ Московской области с целью не только определить лучшего, но и подчеркнуть важность и значимость рабочих профессий. Есть еще рабочие профессии, которых не всегда помнят, но без которых не обходится наша повседневная жизнь. Когда у нас в домах горячая вода, свет, когда у нас чисто на наших преддомовых территориях, когда замечательно чисто в подъездах, когда комфорт и уют, мы совершенно не задумываемся о тех людях, которые несут нам эту красоту, эту теплоту и эту заботу, такую нам всем необходимую. Первый конкурс «Лучший по профессии» прошел в 99-м году в Балашихе. Потом он стал гулять по разным городам Подмосковья, а последние пять лет прописался в Королеве. Теперь почти забытая, гитара не забытая. По итогам конкурсов каждой из девяти номинаций определили по три победителя. Третье место в категории «Машинист насосных станций» заняла Ольга Стреканова, работница Люберецкого водоканала. За годы существования конкурса в нем приняли участие более 4 тысяч сотрудников предприятий ЖКХ. Соревнования сначала проводятся на уровне муниципальных образований, а на втором этапе за звание лучшего борются уже предприятия городов Подмосковья. Мария Лапчева, Александр Богданов, телеканал ЛРТ. Первенство округа по восточному единоборству «Сютакан» прошло в Люберцах. В соревнованиях приняли участие 224 спортсмена со всего округа, а также из соседних городов Лыткарина и Котельники. Соревнования по восточно-боевому единоборству проходят в Люберцах уже 26-й раз. Участие в них может принять каждый, кто занимается этим видом спорта. На этот раз самому маленькому каратисту было 6 лет, самому взрослому – 43. Соревнования проходят в трех категориях. В категориях «Ограниченный контакт» – это для малышей, в категории «Кота» и в категории «Свободного кумите». Ну, по-другому называется по-спортивному «Шобо ипон-кумите». Во время торжественной части президент Национальной ассоциации карате Алексей Долгов вместе с главой городского округа Люберц и Владимиром Ружицким вручили черные пояса 32-м спортсменам. Спорт делает человека и выносливее, и здоровее, и сильнее. Вы это по жизни заметите. Чтобы достичь мастерства такого уровня, ребятам пришлось тренироваться около 8 лет. Но, как гласит спортивная мудрость, с черного пояса карате только начинается. А вот на первые свои уроки карате большинство из этих спортсменов пошли, чтобы научиться самообороне. Потом уже вошли во вкус и стали завоевывать награды. Для защиты. Просто у нас в классе мальчик, который обижает всех девочек. И я пошла на карате. Пошла я с пяти лет. И нравится тебе? Мне да. У меня четыре кубка и много медалей. Начал заниматься. Думал, просто от негодяев защищаться можно было. Но сейчас я полюбил этот спорт. В принципе, хочу стать тренером в будущем. Первенство округа Пасюта-Кан – это отборочные соревнования. Победители турнира будут защищать честь люберец на областных, которые состоятся уже в декабре этого года. Журнал «Футбольный мяч» отметил свой первый юбилей. В честь пятилетия со дня создания спортивного издания на стадионе «Звезда» устроили праздник. Изюминкой мероприятия стал матч между ветеранами футбольного клуба и звездным составом сборной России. Первый выпуск печатного издания «Футбольный мяч» вышел в октябре 2012 года. Тогда это была небольшая газета, над которой трудился маленький штат сотрудников. Освещение исключительно футбольных событий – то, что отличало ее от всей остальной спортивной прессы. Сегодня это иллюстрированный журнал, выходящий тиражом 6 тысяч экземпляров. Печатное издание «Футбольный мяч» раздается в городском округе абсолютно бесплатно. Мы уже, скажем, приобрели опыт, выработали стратегию определенную. Мы уже заранее формируем материал и его собираем. Значит, основная задача, чтобы попали все футбольные коллективы, выступающие как внутри городского округа, так и на областных, всероссийских. Все, что происходит в футболе за полтора месяца, попадает в журнал. В пятый день рождения журнала, рассказывающего все о футболе, на стадионе «Звезда» организовали настоящий праздник. Выпускники спортивной школы продемонстрировали свое мастерство во время показательных выступлений. А чемпионы Москвы по спортивному фристайлу удивили гостей невероятными трюками. Поздравить творческий коллектив с первым юбилеем журнала пришли почетные гости, именитые спортсмены и футболисты. А представители общественной палаты городского округа Люберцы вручили руководству и сотрудникам благодарственные грамоты. Нас всех действительно объединяет даже не сколько футбол, и, конечно же, он, сколько любовь к спорту. Как здорово, что есть в нашем городе люди, которые собирают детей со дворов, чтобы дети у нас занимались спортом. В галом матче, приуроченном к пятилетию спортивного журнала, приняли участие настоящие мэтры отечественного футбола. На поле стадиона встретились бывшие тренеры клуба «Звезда» с ветеранами сборной России. Ворота звездной команды охранял знаменитый Александр Филимонов, а капитаном был сам Сергей Юран. По итогам матча со счетом 3-0 победителями стали «Звезды России». Александра Антипова, спортсменка из Люберец, заняла первое место на чемпионате мира по бодибилдингу. Ее соперницами в борьбе за победу стали 20 девушек из разных стран. Добавлю, чемпионат проходил с 14 по 16 октября в литовском городе Каунас. Сильная блондинка с мужским именем на сцене демонстрирует отличную форму, уверенные позы, ослепительная улыбка, победный взгляд. Александра Антипова, как будто уже тогда знала, в этом соревновании станет первой. Чтобы добиться таких результатов, Саша тренируется до седьмого пота два раза в день, шесть дней в неделю. Строгая диета и правильный сон – обязательно. Но все это с лихвой компенсируется переживаемыми на соревнованиях эмоциями. Ты выходишь, отрабатываешь и живешь на сцене так вот. Такие эмоции, что это непередаваемо просто. Ты делаешь то, что ты делал за полгода. Впахивал. И за это пять минут, там, две минуты ты должен это максимально отработать, выложиться. В спорт Саша пришла в семь лет. Начинала с легкой атлетики, потом занялась боксом. Вспоминает, всегда защищала честь школы на соревнованиях, а потом поняла – хочет посвятить свою жизнь бодибилдингу. Смотрела, когда на девушек накачанных. Я вот именно хотела так выглядеть. Я сказала, я вот буду именно такая. Чтобы прийти в такую форму, ей понадобилось пять лет. Вот так Саша выглядела в 2012-м, а эти фотографии сделаны около полугода назад. За это время она добилась не только видимых результатов, но и больших успехов. Я хотела выиграть мир, да, я хотела выиграть Россию, естественно. В этом году я сделала все, что я хотела на самом деле, даже больше. Те, кто знают Александру долгое время, говорят, что добиваться поставленных целей ей помогают твердый характер и железная воля. А может, все дело в ее имени, ведь с древнегреческого оно переводится как «мужественное». Достаточно независимая девочка. То есть достаточно таким железом, с характером. Потому что, я так думаю, это наложило отпечаток у нее занятия боксом. Все-таки она и боксом занималась. И чуть-чуть восточным единоборствами. Ну и, соответственно, наложило отпечаток, что она живет в Люберцах. Саша – коренная люберчанка. Свой город любит, гордится им и верит. Она сможет принести ему, да и всей стране, еще немало громких побед. Мария Лапчева, Кирилл Евгеньев и Сергей Гвоздев. Телеканал ЛРТ. Более ста студентов и представителей молодежных организаций вышли на субботник в Центральный парк культуры и отдыха. Вместе они высадили порядка трех тысяч тюльпанов и пионов, а также убрали опавшую листву и ветки деревьев. Волонтерское мероприятие прошло в рамках программы реконструкции парка. Пока рабочие кладут плитку, создают новые площадки, прокладывают дорожки, Люберецкая молодежь взялась за грабли и лопаты и устроила уборку. Чтобы помочь украсить наш парк, мы же сами потом будем гулять здесь, то есть наши братья, сестры, чтобы все было красиво. Это, я не знаю, как-то развивает, наверное, культуру. Как-то потом начинаешь лучше относиться ко всему и сам для себя уже не пройдешь, например, даже не кинешь что-то, если ты это убрал, до этого ходил. Здесь и студенты, и школьники, и молодогвардейцы помогают ребятам сотрудники Люберецкой администрации. Я благодарен молодежному парламенту, ряду наших учебных заведений, особенно гагаринскому техникуму. Сегодня здесь молодежи собралось порядка 150 человек. Субботник в Центральном парке был организован для того, чтобы убрать мусор, опавшую листву и сухие ветки. Также волонтеры посадили цветы. Более трех тысяч тюльпанов и пионов. Когда наступит весна, это будет самое цветущее место в городе. Конечно, сегодня парк приобретает свое третье дыхание. Если мы начнем с тех петровских времен, тогда этот парк начал 300 с лишним лет тому назад развиваться. Потом годы войны, революции до этого. Конечно, здесь уже этого парка не было, это были поля. Возродили парк в 70-е. И сегодня каждый неравнодушный люберчанин может внести свой вклад в третью, новую жизнь этого места отдыха горожан. Яна Яковлева, Кирилл Евгеньев, Телеканал ЛРТ. В городском округе Люберцы прошли выборы в молодежный парламент. В этом году на место в депутатском корпусе претендуют 363 человека. А по итогам голосования в состав молодежного парламента войдут только 105 юношей и девушек. Подробности далее в сюжете. Ученица 10-го класса Лола Халова уже определилась с выбором будущей профессии. Она мечтает связать жизнь с политикой. По окончанию 20-й гимназии планирует поступить на факультет международных отношений. Но уже сейчас девушка делает первые политические шаги. Участвует в выборах в молодежный парламент городского округа Люберцы. Для меня молодежный парламент – это шанс выразить свою гражданскую позицию, изменить как-то свою жизнь, наверное, к лучшему. У нас огромное количество ребят, которые занимаются, увлекаются спортом. Хотелось бы, чтобы рядом с домом у всех была какая-то секция или какой-то стадион, чтобы нам не приходилось далеко ездить. Таких активных девушек и юношей готовых вступить в молодежный парламент – более 300. В этом году выборы стали историческими. Они проходят уже в рамках городского округа. Избирательные участки организованы во всех общеобразовательных учреждениях. Здесь все как на обычных выборах. Участковая комиссия, бюллетени для голосования и прозрачные урны. У нас избирательным правом пользуются 8, 9, 10 классы. И по согласованию с руководством, с администрациями наших общеобразовательных учреждений мы можем также задействовать 11 класс. Участки для голосования посещают не только избиратели, но и сами кандидаты. В пятой гимназии сразу четыре человека изъявили желание вступить в молодежный парламент. В такой ответственный момент они делятся друг с другом своими мыслями. Третий год уже баллотируюсь. Надеюсь, в третий раз уже выиграю. Да, уже знаем, как все происходит. История создания молодежного парламента Московской области неразрывно связана с люберцами. В 2009 году муниципалитет стал одним из первых в Подмосковье, где была проведена процедура голосования. За 9 лет работы организация вырастила достойную смену. Сейчас многие люберчане, которые были в составе молодежного парламента, занимают руководящие должности в федеральных структурах и органах местного самоуправления. Луиза Егезарян, Никита Скраган, телеканал ЛРТ. Люберецкая молодежь побывала в Совете Федерации. Там для ребят организовали обзорную экскурсию. Мероприятие прошло в рамках проекта партии «Единая Россия» Гражданский университет. Совет Федерации – это орган государственной власти, где принимаются законы. Он объединяет представителей всех территориальных единиц России. Совет Федерации проверяет законы на то, чтобы они ни капельки, ни капельки не обижали ни один российский регион. То есть все регионы, входящие в состав России, должны быть этим законом удовлетворены. Такое правило в Верхней Палате Парламента применяется ко всему. К примеру, флаги субъектов Российской Федерации стоят строго в конституционном порядке. Всего 85, включая Республику Крым и третий город федерального значения – Севастополь. Также регулярно в Совете Федерации проходят дни, посвященные регионам. На этот раз экскурсантам показали выставку о Чукотском крае. Потом ребят провели в портретную галерею, где рассказали об истории парламентаризма. Некоторые экспонаты их особенно впечатлили. Портрет Александра Первого и Первый государственный совет. Я до этого тоже думал, что первый раз у нас парламент – это Государственная дума, которая была принята Николая II. А теперь были посылки у Александра Первого, и оказывается, что уже существовал парламент свой. Далее символичная фотография в пресс-зоне, куда выходит на разговор с журналистами сама Валентина Матвиенко, председатель Совета Федерации. Неожиданным для экскурсантов стало посещение местной телестудии. В Верхней Палате Парламента существует свой телеканал. На нем идут прямые трансляции, новости регионов и передачи. А вот в Святую Святых зал заседаний Люберецкую молодежь пустили без съемочной группы. Туда журналисты могут попасть только после особой процедуры аккредитации. Зал заседаний вообще произвел приятное впечатление. И где сидят представители-журналисты, вот самой бы там очень хотелось тоже посидеть, как по профессии. Такую экскурсию для молодых люберчан организовали в рамках проекта партии «Единая Россия. Гражданский университет». На территории нашего городского округа Люберцы ежемесячно с политически мотивированной молодежью мы проводим лекции, семинары, на которых рассказываем о политической системе Российской Федерации, об органах государственной и муниципальной власти, о системе управления. Ну и чтобы приблизить теорию и показать ее на практике, мы, конечно же, посещаем такие заведения, как Верхняя Палата, Палата регионов. В проекте «Гражданский университет» запланировано в будущем посещение люберецкой молодежью Государственной Думы Российской Федерации, Московской областной Думы и других органов государственной власти. Яна Яковлева, Кирилл Евгеньев, Телеканал ЛРТ. И в продолжении темы. Руководители местного отделения молодой гвардии «Единой России» посетили лицей номер 15. Они рассказали учащимся старших классов об условиях вступления в ряды общественной организации, а также о перспективах развития молодежной политики в городском округе. За беседой наблюдала наша съемочная группа. Молодая гвардия «Единой России» – самая большая по численности общественная организация в стране. До сегодняшнего дня члены сообщества знакомились со своей деятельностью только студентов и молодежь. Но вот уже на протяжении месяца люберецкие активисты периодически проводят встречи со школьниками. Главная цель – подготовить юноши и девушек к правильному выбору будущей профессии. Мы предлагаем им первые практики на разных предприятиях, на разных заведениях. В том числе есть такое понятие, как стажировка. Мы предлагаем им стажироваться на муниципальных учреждениях городского округа. Также есть возможность у нас пройти стажировку и в правительство Московской области. Вступить в ряды молодой гвардии не так просто. В отличие от многих других общественных организаций, перед этим кандидат проходит процедуру собеседования. Доказав свою активность и готовность принимать участие в молодежных мероприятиях, он становится частью большого и дружного сообщества. На данный момент в городском округе Люберцы около 500 молодогвардейцев. «Если у вас есть какой-то проект у себя в голове, и вы хотели его реализовать как-нибудь, вы можете совместно с нами его реализовать». Активисты и руководство молодой гвардии планируют посетить все общеобразовательные учреждения городского округа. А следующим этапом станет знакомство с учащимися среднего звена и студентами высших учебных заведений. К другим новостям. Новые тенденции в текстильной промышленности обсудили на конференции «Организованный текстиль профи Москва». На мероприятии состоялась презентация компаний, работающих в отрасли, а также новых продуктов. Кроме того, там выступили представители Министерства инвестиций и инноваций Московской области и администрации городского округа Люберцы. Тюль, портьеры и мебельные ткани. Именно этой продукции была посвящена конференция в бутик-отеле «Силки Уэй», организованной «Текстиль профи Москва». На мероприятии российские текстильные компании получили возможность представить свой ассортимент. «Французская сетка – это наша новиночка, такая микросетка с блеском. Представлен весь ассортимент на данный момент». Кроме того, на конференции состоялась презентация деятельности компаний. Это позволило коллегам обменяться опытом и технологиями организации производства, продаж и условий труда. «Мы являемся производителями не только домашнего текстиля под известным брендом «Монолиза», но и одним из крупнейших поставщиков тканей в России. Напрямую работаем с лучшими фабриками Турции и Китая». К деловому общению подключились представители общественных и правительственных организаций в сфере бизнеса и промышленности. Так, исполнительный директор фонда поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области рассказал о механизмах поддержки предпринимателей. «Мы можем вам организовать бизнес-миссию в зарубежную страну. Соответственно, вопрос денег, естественно, всех волнует. С вас будет организация поездки в плане билета проживания. С нас, например, на международной выставке будет организация стенда. Ну, как бы, не дешевое удовольствие, но Московская область готова компенсировать это за собственный счет». О возможностях, которые можно получить, обратившись в администрацию городского округа Люберцы, рассказал начальник местного управления предпринимательства и инвестиций. «Те, кто связан с производством и, допустим, приобретает какое-то оборудование свое, да, там, необходимое для производства, половину стоимости этого оборудования может безвозмездно от государства вернуть. То есть есть программы областные, которые 10 миллионов рублей, до 10 миллионов рублей, но не более половины затрат может вам вернуть безвозмездно». После официальной части экскурсия по торговому комплексу. Это шоурум текстильного объединения «Монолит». В длинных галереях с тканями всевозможных расцветок и видов. Гостей встречают опытные консультанты. «Текстиль профи Москва» – это место концентрации многих компаний. Здесь находятся склады и магазины с большим ассортиментом качественного товара. «Мы работаем с 2003 года, мы объединяем текстильные компании. И на нашей базе всегда можно найти что-то новое, как начинающим предпринимателям, так и уже действующим серьезным организациям. У нас и география расширена, потому что у нас и представители из Китая, Туркменистан, Узбекистан, Турции, естественно. Нет той страны, где бы у нас не было этого представителя». Такие мероприятия стали для «Текстиль профи Москва» уже традиционными. Следующая встреча запланирована на 16 ноября. На этот раз конференция будет называться «Постельные принадлежности» или «Все для сна». Регистрация уже открыта. Яна Яковлева, Сергей Гвоздев, телеканал «ЛРТ». Три года в режиме 24 на 7. 22 октября 2014 года телеканал «ЛРТ» перешел на круглосуточное вещание. На этот раз мы решили рассказать вам о людях, благодаря которым жители Люберецкого округа ежедневно узнают актуальные новости, а также смотрят интересные фильмы и программы. То есть сигнал сильный, картинка хорошая, поэтому можно подключать уже абонента к нашей сети. Вот так ежедневно проходит работа антенной службы «ЛРТ». Прокладывать кабели и оперативно устранять неполадки Валерий Неволько умеет профессионально. Мастер на все руки – один из долгожителей организации. Уже 15 лет трудится в сплоченном коллективе, передает навыки своим коллегам. Обязанностей очень у нас много. Самое сложное, с чего начинается, это, во-первых, если взять новостройку, вот ее делаем с нуля, значит, между домами делаем перекидку, между домами подаем туда сигнал, потом делаем стояки, то есть вот эти вот, прокладываем кабель, потом начинаем подключать абонентов. Собственно говоря, самое главное, для чего мы все и делаем, чтобы люди смотрели наши районные телевидения. Да, «ЛРТ» – это не только телеканал, но и самостоятельный оператор связи. Над тем, чтобы провести ТВ в каждый дом, трудится целая команда из 10 человек. Благодаря им сегодня люберчане имеют возможность смотреть 44 аналоговых и 53 цифровых канала. Порой работают в суровых условиях. И в дождь, и в морозы. Наши антенщики выполняют задачи повседневные и нештатные, когда приходится восстанавливать повреждения после аварийных ситуаций. Такие критические, это как вот, ну, шторма, прошедшая в Москве и Московской области, сильно затронули работу службы интернета, антенного хозяйства. И, так сказать, от населения пошел обвал звонков. Срочно выезжала монтажная бригада по устранению причин. Антенная служба «ЛРТ» обслуживает всю территорию Люберец. А чтобы зритель смог увидеть контент в высоком качестве, наши сотрудники проводят новые сети «Оптоволокно». Меняют старые провода на современные. Только начиная с 2016-го проведено около 180 километров кабелей. А это аппаратное обещание. Отсюда выдают в эфир фильмы и программы, а также контролируют выходной сигнал. И, кстати, там за стеклом имеется вся необходимая аппаратура, благодаря которой ТВ-контент попадает в Люберецкие дома. Так что вроде бы такую маленькую комнату можно с уверенностью назвать сердцем ЛРТ. Именно отсюда из головной станции ТВ-сигнал отправляется по оптическим линиям в дома к потребителям. Здесь выпускающие контролируют вещание каждого канала, входящего в пакет абонентов. Отслеживают работу аппаратуры. Система построена таким образом, что даже если какой-то источник выпадает, автоматом включается резерв. Если отключается здесь питание, электричество здесь, мы переходим на резервную систему. Плюс бесперебойное обеспечение всей стойки, всего оборудования. То есть под электричеством мы не зависим. От работы аппаратной также зависит работа непосредственно самого телеканала ЛРТ. В отделе составляют контентный плейлист из фильмов, программ и сериалов. Что касается самого канала, то он вещает почти во всем городском округе. Три года в режиме нон-стоп. Круглые сутки. И эта слаженная работа находит отклик у наших зрителей. Многие из них и сегодня помнят то время, когда Люберецкое телевидение выходило в эфир всего по три часа в день. Я хотела, чтобы побольше говорили про город, вообще, что происходит и всё. Очень интересно этот самый слушать и рассказывать всё хорошо. В нашем городе уже давно вещает ваш телеканал. Мне он очень нравится. Смотрю я не только новости, но и документальные фильмы. Соответственно, в них показывают, рассказывают про историю России, про науку. Хочу пожелать телеканалу продолжать вещать так же, как вы вещаете сейчас. И ещё хочу пожелать процветания. Сегодня можно с уверенностью сказать, что ЛРТ не остановится на достигнутом. Впереди у телеканала большие планы по воплощению творческих замыслов, среди которых выход новостей в прямом эфире. А оператор связи ЛРТ, в свою очередь, осваивает новые территории и стремится увеличить пакет каналов для наших телезрителей. Анна Троян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. И в завершении выпуска. 29 октября отмечается День работников службы вне ведомственной охраны. Структурное подразделение Национальной гвардии России отмечает в этом году 65 лет со дня основания. В честь профессионального праздника наш телеканал подготовил сюжет о нелёгкой работе тех, кто круглосуточно стоит на страже имущества граждан. Рабочий день сотрудников вне ведомственной охраны начинается с получения оружия. В комнату, где хранятся боеприпасы, вход строго по одному. Через маленькое окошко бойцам Росгвардии выдают необходимый инвентарь. Вооружённый и экипированный. Далее они проходят в класс служебной подготовки. Здесь получают инструктаж и информацию о совершённых преступлениях за последние сутки. Юго-восточный административный округ города Москвы. Кража автомобилей «Мерседес», «ГЛ-500». Перед тем, как приступить к службе, проверка знаний законодательства и отработка действий при задержании преступника. И только после этого традиционное построение, во время которого экипажи получают приказ о заступлении на маршруты патрулирования. Принесение службы, соблюдать законность, длительность, вежливое обращение с гражданами по машинам. А в это время в дежурной части уже кипит работа. Сюда поступает информация не только о срабатывании сигнализации на охраняемом объекте, но и о преступлениях, совершаемых на улице. Несмотря на то, что вневедомственная охрана вошла в структуру Росгвардии, сотрудники подразделения занимаются также охраной общественного порядка, пресечением административных правонарушений, а также обеспечением антитеррористической защищённости населения. За прошедший период 2017 года сотрудниками Люберецкого отдела вневедомственной охраны выявлено 473 преступления, а раскрыто 144. Собраны материалы, и все они доведены до суда, и люди по этим преступлениям осуждены. Нарядами групп задержания на территории Люберецкого района были задержаны несколько автомобилей, которые находились в угоне. Плюс у нас есть характерное задержание, когда были задержаны два автомобиля по горячим следам. Их работа и опасна, и трудна. Каждый день в наряд по охране спокойствия и имущества граждан от преступных посягательств заступает 9 патрульных групп задержания. По команде дежурного они немедленно отправляются на объект, в котором сработала сигнализация. На связи 8-8. Попустите, нам сейчас дозванивают. Запиши информацию. ООО-3, дом 15, квартира 22. Работает объём. А в это время в квартиру по указанному адресу проник преступник. Дождавшись, пока хозяин выйдет на прогулку с собакой, злоумышленник ворвался в жилое помещение. По прибытию на место экипаж вневедомственной охраны успел задержать квартирного вора. Стоять! Синяя! Руку вверх! Ладони наружу! Осуществить свой план мужчине так и не удалось. Помешала система сигнализации. Сотрудники вневедомственной охраны доставят злоумышленника в отдел полиции. А до этого они отчитываются в проделанной работе. По венецу 8-8. Квартиру осмотрели. Задержан гражданин по подозрению в преступлении. Оперативность и слаженность. Вот благодаря чему работникам службы удается успешно справляться со своей задачей. Всего под надежным крылом Люберецкого отдела вневедомственной охраны находится порядка 2000 объектов и более 5500 квартир. Структурное подразделение Росгвардии приглашает свою команду молодых людей, отслуживших в рядах Вооруженных сил России. В настоящее время в отделе работает 271 человек. Из них 190 – аттестованные специалисты, а остальные – вольно-наемные сотрудники. Такой мы увидели уходящую неделю. Чем будет интересно следующее, узнаем уже совсем скоро. Напоминаю, что все новости городского округа Люберцы есть на страничках ЛРТ, в социальных сетях. Подписывайтесь. Ну а я, Мария Лапчева, с вами прощаюсь. Всего доброго и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова